Всем привет, с вами Дизер и сегодня я буду вам рассказывать про... А давайте мы вспомним, давайте вспомним, что было в предыдущем ролике. Наверное я рассказывал то, что, может быть не в предыдущем, в одном из прошлых роликов, я рассказывал то, что я попрощался с Samsung Galaxy S7 Edge, правильно? Правильно, вот, если ты помнишь, ты молодец. Смотрите, сегодня я буду рассказывать вам про iPhone, который я говорил, опять же, я взял вместо Galaxy S7 Edge. Почему? Просто потому, что мне надо было пользоваться хоть чем-то, пока я, собственно говоря, не возьму себе что-то еще. Завернул. Все просто, ну то есть реально все элементарно просто. Это iPhone 6s, причем не плюс версия обычная, почему? Ну потому что плюс он огроменный, да, я понимаю, в нем большой аккумулятор, 2750 мАч, у него 5,5 дюймов экран, у него есть оптическая стабилизация. Ну, сука, он огромный, я задолбался, я все карманы в штанах порвал, и не только в штанах, когда я его себе убирал. И вот, и взял, собственно говоря, себе вот этот вот iPhone 6s, который на 32 гига, ну то есть по минимуму вообще я не стал заморачиваться с памятью, потому что мне, в принципе, она много и не нужна сейчас. Почему? Потому что я уже говорил, я скоро возьму новый телефон. Ну вот, смотри, в чем интересного получается? Получается, что этого iPhone есть на самом деле, у этого iPhone интересная история. То есть ему 3 месяца всего, активному пользованию он где-то, ну, около месяца, можно так сказать, набрал. Почему? Потому что изначально кто им владел, у них, в общем, ситуация такая, то что они решили взять RCT-смартфон в M-Video, который у нас находится в торговом квартале, это Каширское 6s3a. Вот. По поводу всех RCT-смартфонов я, собственно говоря, могу либо сейчас сказать, либо потом тебе расскажу. Ну, я, в общем, короче, говно. Все RCT-смартфоны это говно, потому что у всех, у них, по крайней мере, у iPhone'ов постоянно встречается брак. И у меня был iPhone 3GS, у которого отвалился Wi-Fi, он был RCT-шным. У друга был iPhone 4S, который был RCT-шным, у него отвалился Wi-Fi, потом ему перепаяли, сделали, собственно говоря, так, что у него и Bluetooth не работал, в общем, хлам. Потом еще у нас был iPhone 5 в семье, который, собственно говоря, тоже поимел брак вместе с батареей, вместе с кнопкой включения. У него еще экран начал выгорать, короче, это пипец. И вот этот вот iPhone 6s, который они, собственно говоря, покупали. Я не знаю, тут по документам указано, когда они его покупали и сколько он, собственно говоря, стоил. Ох, стоил он 35 990. И это было, тут указано, кстати, когда это было. Вот это вот очень любопытно. Так, это 14.01, да, то есть они в начале года его, собственно говоря, покупали. Вот, и получается как? Они его, собственно говоря, купили, и потом у них случился брак, естественно. Почему? Потому что заряжали оригинальной зарядкой, это я точно знаю. А случился брак, то есть смартфон перестал включаться. Все, ну как, проблема понятна, да? Они его отнесли, соответственно, прождали практически 30 дней. Ну почему? Потому что, во-первых, у нас законодательство, во-вторых, им видео такой классный магазин. Ребята, я с вами сотрудничать не буду сразу, говорю вам наперед. Вот. Далее, что еще? Им выдали новый смартфон. Вот. Выдали новый смартфон, причем как? То есть вот эта коробка от самого первого. Она вот здесь вот вместе с какими-то бумажками наклеена. То есть они когда приходили сдавать, они сдавали его именно сам аппарат. То есть они не сдавали его всем комплектом, хотя по правилам ты должен сдать всем комплектом смартфон. И, соответственно, тебе должны заменить вместе со всем комплектом, да? Новый смартфон выдать. И на коробке у тебя должно быть серийник написано от нового смарта. Ага, хоть и там. Получается, что? Им выдали, короче, новый смартфон в старой коробке вместе со старыми комплектующими, со всем остальным говном, который там есть в коробке. Ну, то есть инструкция, бумажки, наклейки и все остальное. Хлам. Вот. У нового смартфона получилась какая беда. То есть он был тоже RCT-шным, и у него постоянно, короче, садилась батарейка. Причем от просто того, что он лежит. То есть он лежит, бах, там через час 20% ушло. Их это, ну, владельцев это задолбало. Они его отнесли еще раз, то есть через какое-то время, да, они его отнесли еще раз. Соответственно, поменяли его на вот этот смартфон, которому как раз 3 месяца, да. Вот. И начали они им пользоваться, пользовались, пользовались, и он, короче, им просто надоел. Вот. И получается, что? Они таскали смартфон, они постоянно его меняли. То есть у меня вот здесь вот прям квиртванское приложение о том, что да, мы таскали менять там такой-то комплектности аппарат, ФГТ, инструкция, заявка, ККЧ, сокращение гениальное просто. И акт. Внешнее состояние УП, следы эксплуатации. Заявление владельцам не включается. Вот. Это получается на первый, скорее всего, смартфон. Да. То есть вот акт регистрации в РАК, соответственно, они мне все это передали, потому что, ну, в случае чего, просто я пойду, взъебну их там. Вот. И тут, собственно, заявление не включается. Вот. Т-т-т-т-т. Справка выдана такому-то, является документом, подтверждающим факт приобретения ПДА. Это ПДА, блядь. Это не смартфон, это ПДА. Айфон 6s, т-т-т-т-т-т. По цене 32, чек. Да, ну вот, они, получается, приобретали его сначально 17.09.17 года. Вот. Потом они его меняли уже. Тут, собственно говоря, вот он, чек. То, что они его, получается, меняли на новый 14.01. Вот. И, соответственно, вот у них идет замена. То есть здесь, вот, собственно говоря, два акта, то, что они меняли. И получается, что второй раз, то есть первый у них включался, ну, как бы он работал, но быстро садился. Получается, на это у них, собственно говоря, акта никакого нет. Есть акт только о том, что он не включался. То есть они его заряжали, и он, соответственно, бах, выключился, и все. В комплекте мне отдали два вот таких вот прекрасных проводка. То есть, ну, первый, вот он сразу прям понятно, я его протестировал. То есть он выдает гораздо меньшее напряжение, и по нему, собственно, видно то, что это не оригинальный вообще Lightning. То есть оригиналом здесь вообще и не пахнет. И второй кабель, который выглядит, знаете, на что похож. Как, не знаю, короче, фирма у него еще интересная, тут китайская, написано Y, 3 палочки, M. Этот кабель я тоже через тестер напряжения прогнал, тоже теряет напряжение, поэтому тоже говно. Но, выходит, что, либо они их сами навернули, да, вот этими вот кабелями, потому что не пользовались оригиналом, потому что... Ну, в комплекте они мне в оригинале, кстати, тоже не отдали кабеля, потому что тут нету ни наушников, тут нету ни зарядки, благо у меня все это есть. Я так понимаю, у них в семье там дети. Я так понимаю, что дети, скорее всего, либо это потеряли просто, либо это порвали, или еще какая-то херка произошла. И, соответственно, пытались заряжать вот этим китайским говном, которое у первого, скорее всего, контроллер питания наебнуло, да, у первого айфона, или наоборот, у второго. А который быстро разряжался, соответственно, батарею пизданули. Вот и здесь такая ситуация. И я в итоге этот смартфон забрал, поэтому история у него интересная. И знаете, что самый прикол в том, что когда ты приходишь в NVIDIA менять технику, да, вот, например, iPhone замена, то, во-первых, тебе не всем комплектом его меняют, вот. Вот, а во-вторых, тебе гарантию должны выдавать на каждый аппарат заново. То есть тебе выдали новый аппарат, да, вот этот вот, ему 3 месяца, на него должна быть гарантия, соответственно, 12 минус 3, 9 месяцев, да. По документам здесь получается, что факта замены вот на вот этот аппарат именно нету, потому что здесь серийник другой совсем, и, соответственно, на него замены нету. Но у меня есть, как бы, официальная Apple-овская гарантия, то есть я могу в любой официальный сервис-центр Apple пойти и сказать, «Ребят, так и так, покупал вот там-то, там-то, соответственно, он накрылся, ну, или что-то с ним еще произошло». Так как ему 3 месяца всего, то на него, соответственно, гарантия есть, и она действует, вот. Поэтому вот такой интересный аппарат, ребят. И да, тут я даже не знаю, реально, либо проблемы с RCT-смартфонами, либо просто они, предыдущие владельцы, убили два айфона тем, что заряжали неоригинальными аксессуарами. Хрен их знает, вот реально хрен их знает. Я сейчас взял этот айфон, и знаете, что я хочу сказать, он маленький, он прикольный, он такой маленький, такой, сука, прям, ой. Это кусочек мыла, которое я держу в руке, и по состоянию он офигенный. Ну, немножко, конечно, видно здесь какие-то пятнышки, но это все ерунда, я считаю, потому что это минусы. Поэтому такая вот история у этого айфона, у предыдущих владельцев, которые владели им, которые его заполучили. То есть, пишите в комментариях, что вы думаете. Мне потому что реально интересно, что... Сколько людей сойдется в варианте, что они сами убили два предыдущих аппарата неоригинальными зарядками вместе с кабелями. Либо же это брак RCT-смартфонов, которые есть в NVIDIA. Вот кто из вас что напишет, и как бы это любопытно. А у меня этот айфон работает идеально, то есть у него пиковое состояние батареи тут показывает 100%. Я не буду голословным, я не буду голословным, не поверишь еще, смотри. Тут просто есть 100%. Поэтому все очень даже хорошо. Я этим аппаратом доволен. И, кстати, то, что здесь нет оптической стабилизации, не особо заметил, когда снимал ролик. Потому что там идет стабилизация изображения за счет гироскопа. По поводу батареи. То есть сегодня весь день активного использования интернета и всего остального 50% время 6 часов. Иначе я пользуюсь им с 9. И именно поэтому, что я могу отметить. То, что, кстати, на первое время вот такой вот странный чехос я нашел, который тут вот такой рифленый. Ну, просто пока остальные нормальные придут, приходится пользоваться вот этим говном. Ну, и в целом этот аппаратик, я хочу сказать, что классный. На него еще iOS 12 осенью в сентябре сейчас выйдет. И мы, соответственно, с вами тоже посмотрим на нее. Потому что я его продавать пока не собираюсь. Вот, интересно глянуть iOS 12. Бету я ставить не буду. Почему? Есть у меня подозрение, что когда у меня был 6С+, у меня в статистике вот в этой аккумуляторах, да, то есть, соответственно, из-за того, что я ставил беты, у меня именно поэтому со 100 до 98, 97, 96 упало потом. Причем, что самое интересное, когда я восстанавливаю через комп с полным сбросом данных через ДФУ, у меня емкость сначала на 97 поднялась, потом на 98, потом вообще на 99. Я не знаю, то ли это реально у них эта в iOS встроенная система, которая опознает, сколько у тебя емкости аккумулятора осталось глючи, то ли реально я просто этими бетами подубил аккумулятор, там потом он заново как-то релизными версиями восстановился. Хрен его знает. Поэтому сейчас я бета пока ставить не буду, к тому же в них там изменения минимум идет, ничего интересного, про предыдущие бета iOS 12 я рассказывал. Поэтому ждем релиз, соответственно, ставьте лайк. Ребят, с вас лайк, с тебя персонально, лайк, я знаю, ты смотришь, вот. И таких историй будет больше, ты видишь, я на позитиве такой заряженный, да, хорошо все, почему? Ну просто потому что, а что унывать-то? Ну что смысл унывать? Унывать не надо, надо быть всегда на позитиве, хрубка была, хорошее настроение и все остальное. Вот, поэтому лайки, подписка, все, как говорится, все ссылки на остальные социальные сети в описании. До новых встреч совсем скоро, увидимся! Не забывай тыркнуть колокольчик на канал, телеграм, подписаться, твиттер, инстаграм. Буду рад тебя там видеть. Все, пока!